Банкир ТВ А теперь подробнее об этих и других темах. Российский рынок акций завершил неделю спадом. Индекс РТС упал до уровня 1929,59 пункта. Индекс ММВБ снизился до отметки 1719,95 пункта. Подробнее итоги работы финансовой индустрии России смотрите на сайтах банкир.ру, 123кредит.ру, асрос.ру и ипокредит.ру. Создание банка данных Федеральной службы судебных приставов позволит сделать работу по взысканию долгов и принудительному исполнению судебных актов более эффективной, четкой и прозрачной, заявил по этому поводу депутат Государственной Думы и президент Ассоциации региональных банков России Анатолий Аксаков. Причем надо понимать, что этот шаг важен не только кредиторам, как может показаться на первый взгляд, отмечает Аксаков. Это выгодно прежде всего самим россиянам, поскольку позволит избежать многих проблем, связанных с работой Института судебных приставов в России. Создание банка данных ФССП позволит системе судебных приставов сделать свою работу более эффективной и оперативной, даст им современный инструмент мониторинга. Эта мера обеспечит кредиторам более оперативное возмещение задолженностей и снимет дополнительные издержки с банков, связанные с работой по взысканию задолженностей. Очень важный такой момент. Создание базы данных ФССП вкупе с созданием единого реестра по автомобилям, находящимся в залоге, перекроет кислород кредитным мошенникам. Несомненно, косвенно скажется на снижении стоимости кредитов в России, так как обеспечит банкам определенное снижение кредитных рисков. И, наконец, создание базы данных ФССП даст возможность добросовестным должникам своевременно исполнить выставленные им требования, без юридических проволочек и лишней бюрократии. Конец цитаты. Более подробную информацию смотрите на сайте банкир.ру Мы говорим о ситуации на рынке Форекс с аналитиком компании Макси Форекс Владимиром Богдановым. Здравствуйте, Владимир. Здравствуйте. Что предполагают наши аналитики на следующей неделе по паре евро-доллар? В Брюсселе на совещании лидеров стран еврозоны в ночь на субботу было решено увеличить размер созданного ранее антикризисного фонда для оказания финансовой помощи проблемным странам региона. Согласно достигнутой договоренности объем средств фонда, которые будут в его немедленном распоряжении, составит 440 млрд евро, а не 250 млрд, как было запланировано ранее. Мы считаем, что эта ситуация несколько поддержит в начале следующей недели единую европейскую валюту, но при этом не изменит общую ценовую направленность пары на снижение в новом нисходящем цикле. Пара формирует сейчас восходящую коррекцию к предыдущему недельному снижению. В рамках этой коррекции ожидаем первоначальное снижение пары в ценовую зону 1.3852-1.3814, затем подъем курса и завершение восходящей коррекции на уровнях 1.3965-1.3985. А далее предполагаем возобновление нисходящего движения евро целевым уровням 1.3862-1.3814-1.3752-1.3720-1.3668 и ниже в направлении 1.3567. Владимир, спасибо. Более подробную информацию и обоснование наших прогнозов смотрите на сайте maxiforex.ru В своей колонке, опубликованной в клубе экспертов банкир.ру, директор по связям с общественностью финансовой группы «Колита Финанс» Алексей Вязовский пишет о проблеме продовольственной инфляции. Он отмечает, что доля затрат на продовольственные товары в общих расходах российских граждан в среднем достигает 40%. При этом почти для 1.3 россиян затраты на еду превышают 70%. По итогам 2010 года показатель продовольственной инфляции составил 12,9%. В то же время стоимость минимального продуктового набора в среднем по стране выросла на 22,4%. Таким образом, разница между индексом потребительских цен и приростом стоимости минимального набора продуктов питания в 2010 году стала одной из самых значительных за последние несколько лет. Эксперт опасается повторения в России египетского сценария, когда толчком к политическим беспорядкам стал рост цен на продукты питания. Полностью колонку Алексея Вязовского читайте в Клубе экспертов на сайте банкир.ру. О том, как крупный банк может сегодня эффективно зарабатывать и наращивать свою финансовую базу в интервью банкир.ру, рассказала руководитель блока «Финансы и риски» промсвязь банка Александра Волченко. Основные точки приложения, говорит она, это сбалансированная политика по управлению активами и пассивами, акцент на маржинальных продуктах, которые покрывают потребности клиентов, операционная эффективность региональной сети и сопровождающих подразделений, а также качественная мотивация. Полностью интервью с Александрой Волченко читайте на сайте банкир.ру. Банкир.ру проводит совместную с Ассоциацией региональных банков России онлайн-конференцию под названием «Правовое регулирование потребительского кредитования». В ней принимает участие начальник юридического управления Международного торгового промышленного банка модератор под форума «Персонал» портала банкир.ру Сергей Римша, председатель совета директоров «Ричфорд Групп» Алексей Турков, вице-президент Ассоциации региональных банков России Олег Иванов. Задайте свои вопросы участникам онлайн-конференции «Правовое регулирование потребительского кредитования» на сайте банкир.ру. Новинкой Банкир.ТВ стало появление новой рубрики «Банкир.ТВ-программы». В рамках этого проекта портал 123кредит.ру и агентство банкир.ру подготовили цикл сюжетов, посвященных проблемам кредитования. Экспертами Банкир.ТВ по этим темам стали президент Ассоциации региональных банков России Анатолий Аксаков, заместитель министра финансов России Алексей Саватюгин, заместитель председателя правления банка «Легион» Кирилл Парфенов, председатель правления банка «Открытие» Василий Заболоцкий, заместитель председателя управления банка «УралСИП» Илья Филатов, президент Московской международной валютной ассоциации Алексей Мамонтов и другие специалисты. Сюжеты Банкир.ТВ Вы можете увидеть на сайтах банкир.ру, 123кредит.ру, берики.ру, 123сервис.ру, ipokredit.ру, finarity.ру и на сайтах Ассоциации региональных банков России, Национальной Ассоциации кредитных брокеров и финансовых консультантов компании КФК и других. Подробнее об этих и многих других темах финансового рынка читайте на сайтах банкир.ру, 123кредит.ру, асрос.ру и ipokredit.ру. А мы прощаемся с Вами и желаем Вам успешной финансовой недели! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!